Знаете, те люди, которые там умирали на Майдане, которые сейчас стоят, они стояли в том числе за то, чтобы в нашей стране не было коррупции, правильно? Я тоже стоял на Майдане. Поэтому я думаю, что поднимать вопросы эти как раз стоит. Я хочу сказать, что насчет Народного фронта и свободы, это не единственные там политические силы, про которые там что-то говорят. Только, например, есть те же самые претензии к блоку Петра Порошенко, конкретно с того, что я общался с ньюсмейкерами, там сейчас мы работаем над этой темой. Есть претензии к господину Демчишину, министру энергетики, который обвиняет в связи с российским олигархом Григоришиным под игрованием ему. Есть претензии, скажем так, к компании СИЮ, институтный капитал Украины, которая связана с Порошенко, с другими структурами и так далее. То есть фактически все политические силы так или иначе можно в чем-то обвинить и можно предъявить некоторые серьезные вещи. Сама олигархизация, которую объявил президент, очень важно, чтобы не было, что сменили Ахметова на Григоришина, а, грубо говоря, извините, Коломойского на Иеремеева, чтобы это было что-то более серьезное, основательное, когда все будут работать в равных правилах игры. Поэтому общество сейчас совершенно верно из-за войны имеет нулевую толерантность к коррупции, нам нужно с ней бороться, это совершенно очевидно.